Валентина Родионова живет в Николаевке более 10 лет. Капитальному ремонту пункта постоянного базирования скорой помощи Рада живет неподалеку. Все фазы строительного процесса наблюдала своими глазами. Все бы ничего, только к качеству выполнения работ есть претензии. Вы посмотрите, покажите людям на эти углы, особенно вверху. Один вправо, другой влево, третий вообще на Симферополь. Представитель подрядчика возражает, стройка еще не закончилась. В конечном варианте стены будут ровными и все будет сделано, как положено. К ремонту здесь приступили месяц назад. Произвели на сегодняшний день по демонтажу от разбора обшивки стен деревянных каркасов до демонтажа всех коммуникаций. Выполнили на сегодня утепление фасада, проложили все сети коммуникационные. Внутреннюю штукатурку. Комната отдыха, санузел, кухня. В небольшом, на первый взгляд, здании предусмотрены самые необходимые помещения для восстановления сил. А они понадобятся медикам из бригады скорой помощи. Это будет амбулатория. Здесь будут краситься стены, потолки. Сейчас строители приступают к установке межкомнатных дверей. Сейчас я проверяю ровность стены, чтобы у меня совпали двери по дни. А во дворе обустроят стоянку с навесом для машин. Строительство ведется по ведомственной целевой программе модернизация госучреждений здравоохранения. На данный пункт базирования выделено почти 5 миллионов рублей. Закончить все работы планируют через месяц. Диана Бекмамбетова, Саид Влеляев, телеканал Милет, Симферопольский район.